Дорогие друзья, меня зовут Антонина. Приглашаю вас на свой канал Дачный Сезон Круглый Год. Сегодня готовлю плов в сковороде. У меня есть целая серия видео, как я готовлю каши, пироги, в том числе и плов, как сегодня в сковороде ВОК. Вот так она выглядит. У нас несколько таких сковородок. Плов это бюджетный вариант. Мясо мы используем, куриные крылочки. Но это на сегодняшний день, я скажу, актуально. Итак, что мы делаем? На разогретую сковородку выкладываем кусочками порезанное мясо. У меня куриные крылочки. Шесть штук. Кладем лук. Четыре крупные луковицы репчатые, порезанные полукольцами. Сюда же выкладываем порезанную крупной, брусочками даже можно сказать, морковь. Две большие моркови. Вот 20 минут даем хорошо прожариться на большом открытом огне. То есть сковороду мы не укрываем ничем. В это время я приготовлю рис, приправы и закипает у меня вода. Прошло 20 минут. Еще раз хорошо перемешиваем. Солим. Я солю на глаз. У меня, как правило, уже набитая рука. Вам скажу, ну пробуйте пол столовой ложки соли или там одну чайную ложку соли. Перчим. У меня смесь перцев. Крепкая. Я немного ее даю. Сюда же бросаю барбарис. Пикантность придает плову, когда кислинка во рту попадается. Его можно купить в супермаркетах или на рынке. Я сушу свой. Посадила специально один кустик обыкновенного барбариса, чтобы собирать плоды. Бросаю три средние чесночины, почищенные. Потом, когда уже плов будет готов и когда к подаче мы будем его готовить, этот чеснок можно удалить. Из приправ добавляю кориан, пол чайной ложки паприки, пол чайной ложки куркумы, один лавровый листик. Я поломала его на кусочки. И я еще всегда добавляю приправу для плова. Так как набросала своих специй, то приправы я добавляю половину пакета. Где-то получается 12-15 грамм. Все это перемешиваем. Ой, сразу уже идет аромат приправы. Нужно, чтобы приправы распределились равномерно. Теперь сюда засыпаю три стакана сухого риса. Выберите рис, какой вы любите. Я люблю крупный рис. Не люблю узенький длинный. Три стакана. Рис не мою. Распределяем более-менее равномерно. И все это заливаем закипевшей водой. Так, чтобы воды было на палец выше. Или хотя бы на палец на полтора выше. Ну, у нас получится после приготовления полная вот эта сковорода плова. Все. Накрываю крышкой. Когда закипит, уменьшаю огонь. И наш плов готовится 18-20 минут. Прошло 18 минут. Наш плов я выключила. Смотрим. Можно его аккуратненько перемешать. Чтобы лук поднялся наверх. Потому что он садится на дно. Куркума и паприка сделали свое дело. Плов очень красивый на цвет. Кое-где виден барбарис. Морковь приготовилась. Вот какая наша красота. Так быстро, бюджетно, вкусно и сытно готовится плов. Плов с куриными крылышками. На сковороде плов получается рассыпчатым. Мы его не помешивали. Когда уже рис добавили в сковороду, мы больше не помешивали этот плов. До полного его приготовления. Готовьте вместе со мной легко и быстро. Всем вам приятного аппетита! Продолжение следует...